Моему деду было всего 19, когда ему пришлось гореть в подорвавшемся танке. Ему очень повезло. Его вытащили собаки-санитары, а ампутировать обгоревшие ноги не позволила женщина-врач. Дело в том, что ее сын, который тоже был на фронте, был очень похож на моего дедушку внешне. Поэтому доктор выходила моего деда, поставила на ноги, он прошел всю войну, дошел до Берлина, став кадровым военным. Мой прадед мог не идти на войну, у него была бронь, как у директора завода, но он пошел на фронт добровольцем и погиб при переправе через Днепр. Шансов у него не было. Он лежал раненый в обозе. Ему было 38. Моя бабушка, Комарова Ольга Михайловна, ей сейчас 88 лет, пережила оккупацию в Киеве. Сегодня без слез не может вспоминать о том, как, отступая из города, они шли в буквальном смысле по трупам, которыми была устелена вся земля. Вспоминает, как обессиленная упала, но ей помог молодой парень, которого очень скоро, прямо на глазах у бабушки, разорвало снарядом. Слушать эти истории без содрогания невозможно. Но когда я говорю бабушке, ты героиня, она возмущается. Я героиня. Я не героиня. Мы просто верили в победу. Дорогие ветераны, спасибо вам большое за победу. Низкий поклон. Встых не скажете дякую.